Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Галину. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Да, уже доверила. Я даю команду скэнеру на счет три. Начать сканирование пространства над головой Галины, под ногами. Скэнер сканирует все семь тонких тел Галины, находит все. У меня красный дракон вылетел, от него ей жарко. Угу. Хорошо. Арахноид. Арахноид. Лапками шевелит. Чешет. Чесальщик. Инкоп. Инкоп. Бес. Бес. И Джин. Вот. Пять. Как я и говорил, Джин. Считай цифры у Джина над головой. Пятьдесят два. Восемнадцать. У Беса. Девять. Девять герц. В демоны собрался. Хорошо. И у красного дракона. Пятьдесят два. Одиннадцать. Понятно. Хорошо. Все знают, где они находятся? Да. Хорошо. Сейчас начнется реверс. Я даю команды тонкой копии. Галина испроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственность за чужеродные негативные патогены и низкой аббрационной энергии. В ее биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются. Сущности. Каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к галине. Энергия страха. Энергия неуверенности. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ней. Итак. Красный дракон. Что это ты здесь устроил? Кого ты тут сжечь собрался? Он показывает. Он таким путем удержаться хочет внутри. Хорошо. А если я сейчас достану печать дракона и заставлю себя удержаться в твоем биополе, что ты будешь делать? Он говорит, что не помогло. Все равно я в клетке. Твой заложник. Ты знаешь, ты на самом деле не мой заложник. А ты сам себя заложил. Ты выбрал путь наименьшего сопротивления в надежде, что это останется незамеченным. Но это не так. Времена меняются. Дракон. И такой уровень, 32-11, это все-таки уровень, который знает, что это за душа и на какой цвет свет она зашла и какие энергии она ворует. Я очень много встречался с драконами, поэтому не надо пытаться даже меня здесь иллюзию какую-то показать. Как долго ты находился в ее биополе, Дракон? Он говорит, что мне нечего возрастить. Я 7 лет находился. Хорошо. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Ой, 20 идет цифр. 20 лет? Да. Сырикой долгожитель. Я представляю, как он колбасил человека все эти 20 лет. Хорошо. Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Еще секунду, подожди. Арахноид показывает. Да. На нее показывает. Он ее оплел паутиной. Как это воздействовало на ее физическое состояние? Как закрывал ее? Ты закрывал, ей перекрывал все каналы. К чему? Нет, она как невидимая была. Он ее закрывал. О, я поэтому ему говорю, ее другие люди не видели. Правильно? Правильно. Нечего энергии брать. Хорошо. Теперь знает Галина. Причину своего одиночества. 20-летний. 20 лет присутствующий арахноид. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Реверс закончился. Скажем. Скажем. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Галина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Галина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Значит, это Инкуб сидел 5 лет, зашел на фантазии. Фантазии. Понятно. Хорошо, Биес. Меня удивляет твоя герцовка, 9 герц. Чему ты удивляешься? Ты в демоны собрался? Редко я 9 герцовых встречал. В основном 7-8 или уже демонов. А тут 9. 9 я встречаю редко. Ты первородный или ты был человеком когда-то? Первородный. Понятно. Хорошо. Как долго ты находился в этом биополе? Три года. На что ты зашел? На какую черту характера? Покажи мне эту ситуацию, чтобы я понял, что она сделала неправильно, что ты вошел. Эгоистка. Эгоизм. Это твоя чистота? Специализируешься на ней? Эгоизм это первоначальная причина, из которой вытекает все остальные. Понятно. Если ты имеешь это, ты получишь все остальное. Правильно? Правильно. Хорошо, Биес. Благодарю за информацию. Биес. Сразу вопрос. Лярва есть в биополе? Галина. А ты что, их не видишь? Вижу. Я тебя просто хотел спросить, хочешь ли ты меня попросить эти лярвы забрать после того, как ты все вытащишь? Я не откажусь. Хорошо. Я тебе отдам эти лярвы после того, как ты все вытащишь отдельной командой. Переходим к Джину. Джин, как долго ты находишься в этом биополе? Я уже ухожу. Джин, я сейчас заберу двойку в шин с золотыми монетами, заберу все твои магические причиндалы и все скину в галактическое ядро. Если ты еще раз посмеешь мне ответить абстрактно на мои вопросы, тебе это понятно? Хорошо, хорошо. Десять лет мы с ней вместе. Десять лет. На что ты зашел? Покажи ситуацию. На денежки и зашел. Зарабатывать надо. Ты ее гонял зарабатывать деньги, да? Нечего лежать. Понятно, хорошо. За десять лет ты много заработал? Я заработал. Миллион есть? Иначе бы не сидел. Миллион заработал? Все мне отдавал. Все тебе. Сколько процентов денег ты забирал из ее? Восемьдесят девяносто. Даже девяносто? Ну ты профессионал, я смотрю. На меня работала. На тебя работала. Понятно. Копейка-копеечки. Копейка-копеечки. Теперь скажите мне, из всех присутствующих, находящихся здесь в клетке, кто из вас еще присутствует в ее квартире? Арахноид. Арахноид. Хорошо. Галина, мы вас предупреждаем. В вашей квартире присутствует арахноид, который 20 лет находился в вашей квартире, в вашем биополе. У него наверняка там есть свое потомство. Арахноид. Кто еще присутствует в квартире, кроме тебя? Он не знает. Он делает свое дело. Понятно. Хорошо, Арахноид. Если тебе твое потомство не жалко, тогда можешь мне не отвечать на этот вопрос. Я просто все сожгу, чтобы ты был в курсе. Тебе это понятно теперь? У меня глаза расширяются. Я тебя предупреждаю. Я не шучу. Что хочешь? Я все сожгу, если ты мне не будешь отвечать на мои вопросы. Я спросил, кто кроме тебя еще присутствует в этой квартире? Не пересекается ни с кем. Хорошо, Арахноид. Ты хочешь со мной второй раз встретиться? У тебя есть такое желание? Нет. Потому что когда я второй раз встречаюсь с теми, кого я уже видел, я уже никуда их не отпускаю. Хорошо, Арахноид. Я тебе даю этот шанс, пока Галина не заказала этот сеанс в твоих интересах, все забрать, всю паутину. Если что-то останется, или потомство твое, или паутина, я притяну тебя по этому каналу. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Так. Реверс закончился. Отлично. Красный дракон, я прошу тебя выйти и вытащить все платы. Приступай. И вернуться в клетку. Должить о готовности к проверке. Он вытащил. Хорошо, я прошу Арахноида выйти и вытащить все, что он оставил в биополе Галины. И вернуться в клетку. Приступай. Он сматывает. Паутину собирает. Кокон этот сматывает. Я понял. Слово идет тараканы в голове. Так она себя чувствовала от него. А, вот кто тараканы в голове делал. Понятно. Готово. Хорошо. Так. Инкуб. Выходи. Вытаскивай все. Возвращайся в клетку. Приступай. Готово. Хорошо. Так. Джину выходить не надо. Джин. Давай. Приступай. Собирай всю свою пыль, которую ты оставил. В ее биополе вытаскивай все, что ты оставил. Не пытайся меня обмануть. Даже не рекомендую. Приступай. Руки и ноги. Связал, да? Угу. Синий цвет. Джина. Хорошо. Джин, скажи мне. Как ты попал в ее биополе? С каким предметом? Что ей подарили? Что она купила? Постельное белье. Постельное белье. А как получилось так, что ты в этом постельном белье был? Это было какое-то специальное белье или что-то было? Может быть, программа стояла на этом постельном белье? Говорит, что очень удобно. А, в этом плане. То есть это случайность, правильно? Передвигаться. Я понимаю. Ну да. Типа ковра, на котором можно летать. Совершенно верно. Когда просто не расстилаешь, и тут я. Да, конечно. Твоя родная стихия. Хорошо. У меня к тебе вопросов нет. Собрал он все. Хорошо. Бес, прошу тебя выйти сейчас, снять все, что я оставил в биополе Галины. И доложить мне. У нее как наручники на руках и на ногах тоже. И она как с ним разговаривает. Он отказывает. С бесом? Да. И что она говорит? Бес, объясни мне, что вы там, о чем вы общаетесь? Она с собой разговаривала. Она с собой разговаривала? Слух обсуждала что-то. А я слушала. А ты с ней не общался в этот момент, когда она общалась? Ты ей не подсказывала ответы правильные в твоем понимании? Мне главное, чтобы она говорила в слухах. Галина, вот вы услышали эти слова, разговаривайте больше в слух, и демон, бес к вам придет. Все очень просто. Что он снимает в ногах, да, Вера? Он снимает как наручники с рук и с ног. Хорошо. Снял уже. Хорошо, бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в биопуре, галины. Ничего не забывая, приступая. И потом возвращаясь к себе назад в клетку. Вкусно ему, низ живота лярва. Угу. Поясница. Откуда эта лярва появилась? Чем она ее заслужила? Что у нас там сидел, инкуб? Слово дед, нагрузка. Нагрузка. Хорошо. На голове. Готово. Хорошо. Так, все все забрали. Я даю команду скэнеру на проверку контрольную. Значит, 3-1-2-3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Подхожу к колене, к ладруке на плечи, мощным ударом сжигаю все каналы к интерферентам на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Все прошли проверку. Буду отпускать. Красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Да, есть слово. Открывается портал наверху на чистоте красного дракона 1-2-3. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Арахноид. Ты понял, что тебе следует сделать в ближайшее время, пока я не пришел в этот дом. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида 1-2-3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Инкуб. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба 1-2-3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Бес. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал на чистоте Беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, Джин, перед тем, как я тебя отпущу, я тебя хотел один вопрос задать. Расскажи мне коротко о самой интересной твоей жизни, где тебе лучше всего было. Когда это было, где это было, и чем ты занимался. Зачем тебе? Беса, я могу по-любому, Джин, я могу по-любому об этом узнать. Я хочу просто от тебя услышать, просто пообщаться. Я не собираюсь тебя туда отправлять, не собираюсь у тебя забирать ничего, никакие твои монеты и так далее. Я тебя отпущу после того, как я просто узнаю. Мне интересна эта информация, мне интересно узнать, что ты делал пару сотен лет назад. Патишаха жил. У какого? Где это? В какой стране было? Пался в золоте. Вот. Страны большие. Я общался с многими джинами, мне рассказывали об этих вещах. Мне это интересно просто узнать вашу жизнь, без всяких задних мыслей. По грибах были у него кувшины с золотом высокие. Я вижу как раз сейчас эти полукруглые подвалы, где хранилось это все, а ты там сидишь и пересчитываешь это все золото, да? Любимое твое занятие. Это моя работа. Я понимаю. Подвалы должны наполняться кувшинами золотом. Все верно. А когда это было и в какой стране? Вот это я еще не понял. И больше у меня вопросов нет. Патишах. Персидский. В каком году? Их много было? 15 век. Понятно. Хорошо. Очень интересно. Благодарю тебя за информацию. Хорошо. Больше не буду тебя задерживать. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал на частоте G на 1, 2, 3. Грин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Хорошо. Галина, как вы себя чувствуете? Это прекрасное состояние легкости и нирваны. Замечательное описание этого состояния так и есть. У нас остались еще 10 вопросов к Галине к куратору, и мы сейчас будем его приглашать. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти к нам, куратора или учителя Галины, в эту комнату диагностики. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Галины. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Лендер. 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 Вы куратор? Лендер. Куратор. Я приветствую вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Галина. Мы сегодня проводили ее чистку. Вы, наверняка, в курсе. И она пожелала задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы, во всяком случае на те вопросы, которые вы можете ответить? С удовольствием отвечу на вопросы и рад приветствовать всех в этой комнате. Приветствуем вас. Я могу начинать, уважаемый Лендер. Да. Первый вопрос. Откуда моя душа? Твоя душа с плеятой. Плеятой. Приветствуем плеядеянца. Мне очень рад видеть родные души. Благодарю вас. Я перехожу ко второму вопросу. Да, конечно. Уровень моего высшего я? 11. Благодарю вас. Третий вопрос. Здесь она описывает ситуацию. Я зачитаю весь вопрос. Всю жизнь занималась нелюбимым делом, потому что так было надо. Любила заниматься творчеством, получала от этого моральное удовлетворение. Но на творчестве много не заработаешь. Как не развивать творческие способности до высокого уровня, чтобы было для души и для жизни? В скобках она написала, делаю пока для себя мелкие поделки, простор для творчества велик, но мне что-то мешает. Такой вопрос, уважаемый Лендер. Много всего было сказано, задай мне четкий вопрос. Хорошо, четкий вопрос, я посмотрю. Четкий вопрос, как ей развивать творческие способности, чтобы ей было и приятно, и могла жить за эти средства, которые она зарабатывает на этих творческих способностях. Я бы так сказал. Теперь прочитай первое предложение. Давайте так. Всю жизнь я занималась нелюбимым делом, потому что так было надо. А вот тебе ответ. Абсолютно верно. Я не хотел помочь. Да. Ответ всегда. В моей Галине было надо заниматься нелюбимым делом. Это было ее личное решение, и это было нужно ей. Так о чем она жалеет? То, почему она так долго занималась, это страх изменений. То же самое происходит сейчас. Творчество нужно развивать, убрав этот страх. Иначе оно не продвинется. До профессионального уровня? На котором можно заработать. Это и есть профессиональный уровень. Благодарю вас, уважаемый Лендер, за это четкое и короткое объяснение. А я благодарю тебя за подсказку. Я всегда можете на меня рассчитывать. Если вдруг какие-то вопросы есть, я чувствую вас на телепатическом плане. Переходим к следующему, четвертому вопросу. Если вы позволите. Сколько кармических узлов я прошла, и сколько еще осталось? Три прошла, три осталось. Благодарю вас. В следующем вопросе, в пятом, она спрашивает о своем последнем значимом воплощении. Мы понимаем, что вы куратор на эту жизнь, но она об этом, скорее всего, не знала. Может, вы будете так любезны посмотреть на ваш взгляд и описать какое-то воплощение, которое было для нее значимым. В том значение, которое она считает нужным. А вы говорите про земное воплощение? Я думаю, да. Она не писала на других планетах, поэтому, я полагаю, она думает о земных воплощениях. Она была танцовщицей. В какой стране и когда это было? В Турции. 1500. Хотел сказать, 16 век. 1972 год. Да, 16 век, танцовщица, я ее увидел сейчас. Какой опыт она из твоего воплощения взяла? Больше у нас вопросов нет. Не прислуживать мужчинам. Не прислуживать мужчинам. Замечательный ответ. Благодарю вас. Очень интересная информация. Вы, если закончили, уважаемый Лендер, я могу продолжать дальше? Я немножко объясню. Пожалуйста. Осталась обида на мужчин, непроработанная. Не смогла добиться больше, чем танцовщица, хотя у других получалось. Это осталось обидой на мужчин и перенеслось на это воплощение. Абсолютно верно. И придется прорабатывать в этой жизни. Она не может договориться с мужчинами. Ставит себя выше их, не понимая, почему пытается давить. А это контрапродуктивно, как и любое давление. Понимаю. Это то, что я вижу в прошлой жизни. Я благодарю вас. Это был вопрос по прошлой жизни. Мы здесь закончили. Благодарю вас за ответ. Позволите переходить к шестому вопросу? Да. Итак, при жизни у меня были сложные отношения с матерью. Это кармические узлы или это какой-то сбой? Давайте остановимся на кармических узлах. Кармические узлы. Значит, какие-то были взаимоотношения из прошлых жизней. Благодарю вас. Хотели добавить что-то еще? Нет. Седьмой вопрос. Здесь она спрашивает на ваше усмотрение. Итак, влияние вакцины «Спутник» на мою энергетику. Можно ли это нейтрализовать? Что это? Мне нужен вопрос. Вакцину «Спутник», которую она получила, она спрашивает, можно ли эту вакцину. Я не понимаю сам вопрос. Я прочитаю, как он написан. Итак, влияние вакцины «Спутник» на мою энергетику, запятая, можно ли нейтрализовать? Какое-то влияние она чувствует от вакцины «Спутник» на свою энергетику и спрашивает вас, можно ли ее как-то нейтрализовать. Можно выдавливать своими энергиями. Абсолютно верно. Мы с этим уже встречались в своем опыте. Это очень нетрудно сделать. Благодарю вас. Я могу дальше идти? Да. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какого цвета мои родные энергии, чтобы визуализировать свой энергетический стержень? Яркие, насыщенные, густые энергии семи чакр образуют. Семицветный стержень густых энергий. И в них плеядеанская душа очень себя уютно чувствует. Я только могу от себя добавить. Дорогой Лендер, очень приятно за это описание. Вы очень четко все описали. Благодарю вас. Я могу дальше продолжать? Да. Девятый вопрос. Как мне выставлять защиту своего энергетического поля? Защиту я вижу. Стоит Меркаба. Про какую защиту вы спрашиваете? Это мы поставили ей 10 минут назад. До этого в ней сидела целый зоопарк интерферентов. И некоторые из них сидели несколько десятилетий. Поэтому она имеет в виду, как она может выставлять защиту, насколько я понимаю, своими родными энергиями. Но для этого надо сначала... Защита выставляется намерением. Изнутри. Силой воли. И пониманием процесса расширения энергий. А для понимания, скорее всего, надо будет сначала ей пройти тот этап, когда она их прочувствует в себе осознанно. Когда она познакомится с ними. Совершенно верно. Стержень может быть прямой, закрученный. Или же расширяться. И становиться гирляндой, пропуская другие энергии. Освежая организм. И много чего можно делать с энергиями. Я сейчас увидел эти гирлянды, которые вы описали очень красиво. Благодарю вас. Для этого надо, безусловно, пройти какой-то путь. И после этого она это может познать и использовать осознанно. Вы хотели добавить что-то еще по этому вопросу? Или позволите переходить дальше? Я расскажу, что на сегодняшний день у тебя есть защита в виде Меркабы. Защита, про которую ты спрашиваешь. Должна изводить изнутри намерением, четко представляя свои энергии. Хорошо, вы сейчас описали дальнейшие ее шаги в познании себя. Здесь все понятно. Сначала идет одно. Меркаба – это универсальная защита Вселенной. Это там любой может себе эту защиту. Она всем стоит. Для всех стоит. В распоряжении действует везде. Но если она дойдет до следующего осознанного уровня, когда она попытается узнать свою энергию, она будет в состоянии использовать энергию плеяд осознанно для тех же самых целей, для своей защиты, о которой она спрашивала. Я лишь скажу, что вопрос обережает ее знания. Я полагаю… Когда будут знания, тогда укрепится намерение и придет информация о защите. Что бы я ни сказал сейчас, это будет непонятно. Все верно, потому что это рано. Благодарю вас, уважаемый Лендер. И позволите мне перейти к последнему вопросу, десятому. Она здесь спрашивает, на какие органы следует обратить внимание в плане здоровья? На женские органы. Сердце. Или шутку. Голубая чакра. Будь осторожна в своих словах. Не надо нести злую энергию. Я говорил о злых словах по отношению к другим людям. Благодарю вас. Уважаемый Лендер, мы закончили. Если у вас есть сейчас желание активировать ее стержень, или может быть что-то личное ей сказать, передать от себя, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Вы можете видеть эту энергию. Благодарю вас. Уважаемый Лендер, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, за которой мы очень следим. Каждый куратор, каждый учитель, который приходит в нашей комнате диагностики, получает всегда определенный подарок. Мы хотим вам в дорогу дать, Верочка. В твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, с самыми свежими ягодами, спелыми, которые есть на земле. Один, два, три. Мы хотели бы вам передать знак благодарности за ваши ответы, за эту встречу и на добрые воспоминания. Это скромный подарок. Будете ли вы так любезны его принять? Да, я был на земле. Вы были? Я помню этот вкус. Это давно было? Благодарю вас. Если позволите спросить, давно вы воплощались? Давно. Давно. Значит, тогда земля была совсем другая, намного лучше, чем сейчас, я полагаю. Правильно? Эти плоды существовали. Существовали. Отлично. Нам очень приятно за то, что вы взяли наш подарок. На этом месте мы посылаем свою искреннюю признательность за вашу помощь. Посылаем привет плеядам от плеядианца. И я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. В жизни встречается всегда много раз. Я желаю удачи Галине в ее развитии и благодарю вас за эту встречу. Это наша работа и мы желаем Галине удачи в ее развитии. Благодарим вас и до всего доброго, наилучшего пожелания. Рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. Готова. Отлично. Галина, мы закончили разговор с вашим куратором. Как вы оцените информацию, которую вы получили? Бесподобно. Я буду работать. Мы больше, чем уверены, что у вас это получится. Имя своего куратора вы знаете. Со временем вы научитесь сами с ним общаться. Это совсем нетрудно. Но займитесь своим развитием. А сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот и синхронизировать, чтобы все энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Галины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта. И переноси свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.